Кто это тоже, наверное, сделал, и мои коллеги вместе со мной. Наши классики детективного жанра нередко размещали бандитскую малину в Малахе. И не даром здесь была дача папаша из Адамовского дела Пёска. Тут же ложилась на дно знаменитая чёрная кошка из эры Милосердии в Вайнере. Финица для комедии. Прежде всего снимаю эсса, вот смотрите. Раз, два, три. У, жулик, я тебе говорил, у меня накморок. Ты падь, падь, нырять заставлял в такую холодину. Он-то вот тебя нырять заставлял. Ну, когда нас брали, помнишь, пришёл, я, говорит, рыбу ловлю, а ты ныряй. А мороз двух градусов тридцать. Постой, постой. Что он тогда про рыб, ты говорил? Рыбу я ловлю, говорит, в проруби. А ты, говорит, косой плавать умеешь? В проруби он шлем спрятал, вот что. Малахов, трудно. Точно? Смотри на него. Помнил, нехороший человек. Проруби он, малаховский. Что ж ты молчал, жгод. А чтобы малаховская милиция берегла своих земляков, ей на помощь пришла новая организация частной охраны, которая поселилась в здании бывшей и известной на всём Подмосковье «Кофейничка Синтез». Александр Михайлович, чем занимается Ваша организация? Наша организация уже существует 4 года. Занимается всеми видами вооружённой охраны. Имеет свою лицензированную школу по подготовке частных телохранителей и инкассаторов. Имеет свою сеть оружейных магазинов по продаже газового и охотничьего оружия. Также сейчас у нас новый вид обслуживания клиента – это абонементное обслуживание. То есть это не обязательно нашему охраннику находиться непосредственно на объектах клиента. Но по первому вызову, так сказать, наша спецгруппа выезжает и осуществляет свои функции. А какие объекты вы охраняете? Объекты очень разнообразные. Целую сеть московских и московских областных коммерческих банков. Всевозможные объекты социального назначения, в частности Красковскую районную больницу, кстати, охраняемую безвозмездно. Детский санаторий, ну и так далее. То есть в зависимости от полученного заказа такой объект охраняемый. Добавлю Шатурскую мебельную фабрику охраняемую. Скажите, какая сейчас ситуация в Малахске? Вы имеете в виду криминагерную ситуацию? Ну, с тех пор, как появилось объединение охраны здесь, в Малахске, Кремякино, ситуация, конечно, поутихла, хотя, ну, вы же знаете, ситуация в стране, беспредел творится. Ну, силами, так сказать, нашей организации, правоохранительных органов, в частности в Малахске, в Лебеденском районе, пытаемся сдерживать криминал всеми возможными законными способами. Ну, достаточно часто всякие чрезвычайные ситуации возникают? Сейчас достаточно часто. Да? Ну, вот какие приблизительно, например? Ну, недалеко уходить за премьером, в прошлое воскресенье здесь на рынке потасовка была, и совместно с малаховской милицией наши ребята задержали хулиганов, ну и, так сказать, сейчас разбирается в милиции с ними. То есть работы у вас хватает? Работы хватает. И заказчиков? И заказчиков хватает. Недавно мы провели криминал-шоу в 94, это были соревнования частных инкассаторских бригад. Малаховский летний театр. Его стены помнят немало триумфов блестящих знаменитостей русской сцены. И до сих пор жива память о тех прекрасных спектаклях, ставящихся здесь. И если попытаться воссоздать за много лет труду этого театра, то, пожалуй, ни одни подмостки не могли бы похвастаться таким фейерверком. Ну, это так? Ах, черт возьми, кто вас трогает? Вы сами ляжете! Если вы деликатр в разговоре не понимаете, я вам прямо скажу! Идите к чему! В 1911 году существовавший на месте нынешнего летнего театра театр сгорел. Ну, по чисто бытовой случайности, что-то там уронили свечку или керосиновую лампу. Но поскольку такое высококультурное место, как Малаховка, не могло остаться без своего театра, встал вопрос о постройке нового. Ну, вопрос не повис в воздухе, как теперь. Там все было просто. Был проведен сбор средств, львиную долю которых дал местная дача владелец Соколов. И остался только один вопрос о сроках театра, постройке театра. И после этого получилось так, что не будь Федор Иванович Шаляпин здесь, он знает, что он был. Скажите, Иван, а что действительно среди малахских жителей существует легенда, что Федор Иванович Шаляпин имел непосредственно отношение к строительству театра? Да, действительно, это было так. И даже подтверждение этому наши краеведы нашли в областном архиве. Существует документ? Да, существует документ, что театр был построен за рекордно короткий срок, 32 дня. Дело в том, что между дача владельцем Соколовым, Федор Ивановичем Шаляпином и десятником Балагодской артилы, которая взялась в строительный театр, было включено пари, ведро шампанского, что театр построили за месяц. Федор Иванович проиграл ведро шампанского? Да, театр стоял через 32 дня, и Федор Иванович проиграл свое ведро. Вот такая история. Был там замечательный совершенно человек такой, Иванович Дарьянский, который, как раньше говорили, держал Малаховский театр. Что значит держал? Он был, я не знаю, что-то вроде антрепренера, который приглашал первоклассных артистов. Ну, уже не говоря о том, что в Малаховке пел Шаляпин. И мне даже рассказывали, будто Малаховский театр по эскизу Шаляпина построен. Да, еще чуть-чуть покорили. Да. Пел Шаляпин, начинал такой замечательный артист Большого театра, Слевинский. Пела Обухова, пела Катульская, пела Держинская. Играли замечательные драматические артисты, певцов. Начинала Раневская. Я никогда не была красива, но я всегда была чертовски мила. Да, красота – это страшная сила. Ну, я вам скажу репертуар театра Малаховского. Летом – это. Эти пьесы сейчас никто не помнит. Это интереснейший был театр. Играли Борской с Певцовым, играли Петр III и Екатерина II. Играли Борской с Певцовым, играли Борской с Певцовым, играли Борской с Певцовым. Когда девушки все надевали в каких-то, так сказать, сиреневых оттенках. Были у них платья, ситцевые, сфолковые, кто какие мог. Был бал, когда цвели яблони, вишни, был белый бал. Когда все одевались в белое. Да, одевались все в белое. И там всегда он приглашал, Иосиф Иванович, замечательные оркестры. Там был великолепный духовой оркестр, и был прекрасный симфонический оркестр. Когда, например, были конкурсы бальных танцев. И на бальных танцах, я помню, первую премию всегда получала Нина Шмелькина. Жена дирижера, потом она стала Мелик Пашаева, дирижера Большого театра. Она были именно Большого театра, Меличка Шмелькина. Она всегда получала первые призы. Ну, приз за вальс, приз за краковяк, за полишвань, за вот такие. Там был скетинг ринг. Там были такие знаменитые роликобежцы, братья Брэнди, которые учили нас кататься на роликах. Я даже имела первый приз, золотой жетон, я получила на гонках за ролики. Это в Малаховке. Я считаю, Малаховский театр – это как музей. Музей прошлого. Нельзя, чтобы в этом музее, ни в одном музее, я надеюсь, мы не откроем казино. Я надеюсь, что все-таки этот театр возродится. И у нас много действительно растет и молодых режиссеров, и молодых артистов, чьих слушать, чьих-чь-чь, и это близко от Москвы. Они могут поехать и служить в Малаховском театре. Вспомнить о том, что много русской интеллигенции, известнейших артистов, талантливейших людей, заботились о том, чтобы этот театр прорастлетал. Давайте попробуем сделать вот это немногое. Заглядывая в прошлое Малаховки, вы убедились, что это место хранит немало интересных. Сторожилы непременно поведают вам не одну увлекательную историю. А уж вам решать, где были, а где не были. Говорят, что давным-давно в усадьбе Аболенске стояла маленькая деревянная церковь. И вот однажды, во время венчания там княжеской пары, храм неожиданно ушел под землю. А на этом месте образовалось озеро с целебной водой. Так что и на Малаховской земле есть свой грант и тишина. Оранжевым шаром Конечно, о Малаховке можно говорить много интересных. И все это нельзя уложить в рамки одной передачи. Поэтому до новых встреч в Малаховке. Она такая, и нет рукой такой. А вечер наступит, Пускай это мгла Малаховка тихо живет и живет. Она никогда никогда не умрет.